В 2017 году в нашей семье, в общем-то, такая беда произошла. У меня есть брат родной, братишка, у него вторая группа инвалидности, умственная отсталость. Ему сделали статью покушения на убийство. Это реально, это даже не беззаконие, это просто реально беспредел. В общем-то, с этого момента у меня жизнь перевернулась. Понимаете, ну это, наверное, не только в Татарстане, повсеместно. Сами верха, то есть там прокуроры, судьи, они крадут жизни у наших родственников. Они на самом деле, вот у моего брата они украли 14 лет жизни. Это мой брат, которого осудили. У меня брат женился на женщине. С ребенком все, сделали свадьбу. И 3 марта 2017 года в их доме произошел пожар. Загорелся сарай. Далее огонь перекинулся на дом. Обвинили моего брата. Обвинила брата его супруга. Венделеевск. Население чуть больше 22 тысяч человек. Общая площадь 30 квадратных километров. Казалось бы, маленький, уютный, настоящий провинциальный городок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Субтитров А.Кулакова , Субтитры делал DimaTorzok Там следователь, есть такой Сабиров, он сейчас уже начальник, он сказал, что Илья во всем признался. Я говорю, если честно, я не удивлюсь, что он признался. Человек инвалид, как ни говори, человек нездоровый. В общем, на следующий день его отвезли в состояние комы, в реанимацию Лапожскую. Его не могли просто разбудить. Я не знаю там, что с ним было. Ну, стресс, может, повлиял или еще что-нибудь. Ну, в общем, поехала я туда, вывели его из комы, сразу же увезли в суд и заключили под стражу. Я писала во всей инстанции. Я просила помощи. Разберемся, у них одно слово для всех, разберемся, разберемся. И вот отписки, письма, все, разобрались, все хорошо. Вот так вот. На одной стороне пишут про моего брата, допустим, что какая он, что такая статья, все, все. Проверили мы. Переворачиваю страницу, а на другой странице про совершенно другого человека уже пишется. То есть, понимаете, это как будто достали с мусорного ведра черновик, написали и кинули просто, нате, подавитесь. И ничего вы с нами не сделаете. Вот тут написано то, что рассмотрено мое обращение. Тут вот везде фигурирует фамилия брата моего. Но страницу переворачиваем. И тут абсолютно другой человек. Другая статья. Другое все. Другая жизнь. В девятнадцатом году я ездила в Москву. Держала пикет одиночный около прокуратуры РФ. Многие, кто говорят, зачем ты выступаешь, ездишь везде. Родственники, знакомые. Ты не боишься. Это, наверное, только дурак не боится, естественно. Я опасаюсь. Я опасаюсь, конечно, не за себя. Я опасаюсь за своих близких. А куда деваться? Надо кричать на каждом углу, что случилась беда. Приходишь туда и с надеждой, что все-таки услышат, что поверят, что разберутся. Не то, что поверят, а то, что разберутся. Ну, нет, не разобрались, но скинули. Нам скинули срок, пять лет. Получилось девять. Здесь была апелляция по моему брату. Сюда приезжаем очень часто, бываем, боремся за жизни и судьбы людей. Я занималась чем? Как и все обычные. Работала. Работа, дом, дом, работа. Все спокойно, все как-то скучно проходило. Ну, как я думала. Я говорила, ну, все как-то идет обыденно. Что-то не хватает. Вы знаете, когда вот это все произошло, вообще вся жизнь перевернулась вообще в одночасти. И вот не хватает именно вот этой скучности, именно вот этой обыденности, чтобы дом, работа, работа, дом. Вот этого не хватает. Это вот надо ценить. А не то, что скучно. А сейчас зато совсем не скучно. Поездки, встречи. И, конечно, много людей, кому требуется помощь. И нам там говорили о том, что сейчас вот статья такая распространенная и снаряду, и как 228-я, это педофилия, в общем, порнографически. фотографии или еще что-то. Потому что там, в общем-то, нужно только заявление. Никаких экспертиз практически не проводят. И вот в Вилабуге тоже такое дело произошло. Я думала сначала, ну как так? Такого не бывает. Это же все равно. Это же такая статья ужасная, страшная. Они же не могут так выдумать все. Оказывается, могут. Могут. В Вилабуге был дележ дома, и вот выступающего брата обвинили в этой статье. В этом ужасном преступлении. Якобы он девочек двух с половиной лет, своих племянниц, изнасиловал. Ну, правда, сделали экспертизу. Эксперты не нашли ничего, никаких вмешательств. То есть не было. Далее они уже просто сделали порнографического вида фотографии этих детей. то есть половых органов. осудили человека на 15 лет строгого режима. Если захотят посадить, в любом случае посадят. Просто я не знаю даже уже, куда я... в какие колокола бить. Вот так, знакомлюсь с людьми, помогаю, советую. Пишем жалобы совместно. Одному мальчику мы все-таки убрали тоже три года. Это на апелляции. другим помочь мы не смогли. Боремся, как можем. Не остановимся. Потому что, знаете, если даже и опустим руки, ну, кому это от этого легче станет? Никому. Ни моему брату, ни другим осужденным незаконно. Поэтому у нас нет права остановиться и опустить руки. Мы должны стремиться хотя бы помочь хоть одному человеку. Если мы поможем хотя бы одному. Уже как бы... Все-таки жизнь прошла. Не зря. Перестроим. Верните направо. Редактор субтитров А.Семкин